Для кого-то моя лекция будет уже чем-то знакомым, тем, кто встречал меня раньше, но для кого-то это будет новым. И если что-то вам будет непонятно, просто спросите. Вам не нужно будет страдать всю лекцию. И эта лекция основана на моем опыте как кристаллотерапевт, который составляет около 30 лет. И то, что я прочитал, и на саморефлексии. Одна из самых важных вещей, когда вы встречаетесь с клиентом, это присутствовать для клиента. Это означает, что мы не заняты своими собственными мыслями, своими собственными проблемами. Но что мы готовим себя к тому, чтобы принять клиента. И если я говорю, что принять клиента, это не значит, что я присутствую только для себя. Но это значит, что клиент будет чувствовать, что кто-то слушает его или ее. Присутствие – это очень тонкая вещь. Вы можете быть переполняющим, у вас может быть слишком много для клиента в вашем присутствии. И это может очень напугать клиента. Или вы слишком отстранены от клиента. И тогда клиент будет вас воспринимать очень холодным. А таким очень деловым. То, что вы слышите, то, что вы видите, то, что клиент приносит вам, это что-то очень особенное. Вы не можете поставить диагноз за одну часовую сессию. Вы можете хорошо услышать, как клиент справляется со своей проблемой. Или не справляется. Вы можете увидеть и услышать, что он делает с вами. Он цепляется за вас? Или он очень боится вас? Вы можете увидеть и услышать. И то, что он приносит вам, это то, с чем вы работаете. Если он очень боится, вы не очень директивны. Вы не скажете ему, чего ты хочешь. Может быть, он или она никогда не знал, что он хочет в жизни. Может быть, он в своей жизни никогда не знал, чего он хочет. А теперь вдруг ему сразу необходимо это сказать, чего он хочет. И иногда ему необходимо сказать, чего он хочет от терапевта. Это очень непростой, тонкий момент. Он к этому не привык. И если он не знает, что сказать, он опять переживает ощущение, что он опять потерпел неудачу. Один мой коллега, когда я спросил, как тебе работать с этим клиентом, она сказала, что я получил небольшой контакт с клиентом за час. Но это уже означает, что клиент может вступать в контакт. И мы должны осознавать это. Мы не помогаем клиенту решать его проблемы. Мы ассистируем ему в том, чтобы он мог сам решить свои проблемы. И вопрос, как, очень важно. Как он выживал все это время? Если у кого-то очень большие и сильные жалобы по поводу того, что было в прошлом, того основания, фона, которого не было в жизни этого человека, вы можете спросить, как ты справлялся? Если вы посмотрите на клиента, если вы послушаете его, это как луковица, о которой говорит Фридс Перлс. Вы снимаете кожу рук с луковицы. Но клиент дает вам ответ, дает вам информацию о том, как вам снимать эту кожу рук. Это очень чувствительная работа. Работать с клиентом, встречаясь с ним первый раз. Вы, возможно, захотите двигаться очень быстро, потому что вам хочется знать. Но вам необходимо помочь клиенту знать. Вы можете думать о том, что вам необходимо, где вам необходимо искать. Мы все учились во время своего учения, что у нас есть какие-то свои концепции безопасности. Это проекция, интроекция, ретрофлексия, слияние. И вы в контакте с клиентом можете осознать, почувствовать, что он делает со своей проблемой или со своей потребностью. Вы можете увидеть, что иногда клиент боится проецировать. Потому что им никогда не говорили какие-то здоровые и приятные вещи о них. Или клиент может очень бояться слияния. Или, наоборот, очень нуждаться в слиянии. Мы, как гештар-терапевты, должны осознавать, чувствовать, что он делает в отношении своей проблемы. И что он делает со мной, как с терапевтом. Говоря о проекции и потребности в интроекции, один клиент рассказывал мне о своей прекрасной поездке в Париж. Первый раз. Во вторую встречу он сделал то же самое. В третий раз я почувствовал достаточной безопасности, чтобы спросить у клиента, кто я для тебя. И клиент сказал мне, ты слушаешь меня, а мой отец никогда не слушал меня. Потому что мой отец всегда был занят. И он осознал, что он проецировал на меня отца, которому следовало бы его послушать. Для гештар-терапевта очень важно осознавать, что мы видим. Мы видим боль в настоящем. Что мы слышим, это проблема в прошлом. Что мы переживаем, и что мы с этим делаем, это базовый принцип гештар-терапевта. Если вы слышите, как клиент очень сильно жалуется, и вам становитесь скучно, вы не можете сказать клиенту, мне стало скучно. Вы можете спросить у клиента, может быть, тебя никогда никто не слушал. Мне немножко кажется, что ты снова и снова задаешь вопрос. Ты когда-нибудь получал ответ, и отталкиваясь от этого, вы можете двигаться дальше. Вы исследуете и снимаете кожу рук с луковицы. Но вы не делаете это резко. Вы можете увидеть, когда вы это делаете, какой эффект это производит на клиента. И это связано с нашим осознаванием. Потому что мы пытаемся быть присутствующими. И тогда мы можем чувствовать, осознавать, что клиент делает с нами. Иногда, когда я вот так вот снимаю кожу рук с луковицы, символически, и клиент остается со мной, в мыслях, когда я иду домой, это означает, что что-то произошло со мной. И я всегда задаю себе вопрос, чего я делаю слишком много, или чего я сделал недостаточно. Для меня это очень важный вопрос. Для того, чтобы в следующей встрече с клиентом быть свежим. У кого есть вопросы? То есть для вас последующие размышления о клиенте являются признанным того, что что-то там не завершили. Это не завершенный бизнес. Да, это не завершенный бизнес. Потому что это то, что осталось у меня. И это очень полезный инструмент, который помогает. Потому что, если бы, я не сидя с моей отношениями на дедер-табле вместе, но я всегда был рядом с мной. Если у меня есть какое-то незавершенное действие по отношению к клиенту, я не свободен ночью, или я не свободен за обеденным столом. Я, возможно, сделал что-то, что не помогло клиенту. Еще один интересный феномен. Первый или второй встреча с клиентом. Если the patient is vertical, he does not see you very well. If he does not look at you very well. And with this look, we have to be careful in gestalt-терапии that you don't say right away, can you look at me? Because the patient has the experience that has never looked at him or her. So in his life experience is vertical. It's not horizontal. Это не горизонтальное отношение. It's not a you and me. I, now. Это не отношение я-ты. It is him and him. Это он и он. And me. И я. So you cannot... The same thing is very important. You experience that he is in a vertical position. Очень важно замечать, чувствовать, что он в этой вертикальной позиции. If I think about a patient who is very vertical, I think that was necessary in order to survive. Я могу подумать о том, что, возможно, ему было это необходимо для того, чтобы убежать. Maybe there was nobody to talk to. Может быть, не было никого, с кем бы он мог поговорить. Or maybe nobody asked him any questions. Может быть, никто ничего ему не спрашивал. So it is a healthy thing, that he is vertical. Так что для него это является чем-то здоровым, то, что он вертикальный. And slowly on, we want to get him horizontal. Постепенно мы хотим его перевести в горизонталь. That means we leave in a meeting with a patient. Это означает, что мы верим в возможность встречи с клиентом. Но вы не можете просить об этом слишком быстро. Он тогда скажет, я и так с вами разговариваю. Но после нескольких раз, когда это будет соответствовать моменту, я могу сказать ему или ей, я слушаю тебя. And maybe he does not experience that behind listening. Может быть, он это не чувствует, не осознает. Но я слушаю. So, at another time, I would ask, this time, I hear you are talking with yourself very much. В другой раз я могу сказать, я слышу, что ты очень много разговариваешь сам с собой. Maybe you could ask me, do you listen to me? Может быть, ты можешь спросить у меня, слушаю ли я тебя? And something will happen. И что-то начнет происходить. And something will not happen. А что-то, может быть, не произойдет. Even if it doesn't happen, it's still helping for him. Но даже если ничего не произойдет, это все равно для него будет чем-то. Maybe I was too fast. Может быть, в этот момент я двигался слишком быстро. There is no technique to get a patient from vertical to horizontal. It's the art of the therapist to feel the right moment to ask questions or to say something. заключается искусство терапевта чувствует правильный момент, чтобы спросить о чем-то или чтобы сказать что-то. You don't examine the patient if he comes very slowly to you in a horizontal way. So the first few sessions of a patient is very sensitive work. Первые несколько сессий с клиентом это очень чувствительная работа. If you are too direct to a patient, he might not come back because he is scared. Whatever you want to do, you want that the patient is come back. You don't have to persuade him to come back. You don't tell the patient that you can help and that you are trained to help him. The main thing is to realize how, what did the patient do that he came back to you. You understand? You have any questions? Можно ли объяснить клиенту, что происходит на самом деле про эту вертикальность и горизонтальность? You can explain it on a certain time when it is the right moment and when you feel that he will listen to you. That is very important. when you have to see I can say that to him without hurting. To not overwhelm. But the correct relationship between the therapist and the client can include that relationship and the right moment, of course. The right moment. Because the patient is not used to have a healthy relationship. but it is your art to feel that you are there on the right time to ask that what's happening between you and the patient. to have a healthy relationship. So I want to say that I can't believe it to tell you to tell you what's happening and the right time to tell you what's happening between you and the right time. I want to tell you that you have to tell you to tell you what's happening in the right time. Например, если у тебя есть клиент, который очень нуждается в слиянии, у которого потребность в слиянии, и границы не очень четкие. Какой-то очень подходящий для этого момент, ты можешь прояснить эти границы. Я не могу сказать клиенту, я с тобой сливаюсь. Я могу сказать, кажется, не очень много для тебя сейчас происходит. И если он скажет, да, действительно, не так много происходит, я могу сказать, да, и со мной то же самое происходит. И дальше я могу спросить, а как ты думаешь, как так произошло, что ничего не происходит? И дальше может появляться возможность встречи. Так что ты можешь спросить, как он следует это сделать в следующий раз. Слияние – это необходимая вещь для некоторых клиентов. Но вы хотите научить клиента той разницы в слиянии и возможности быть другим. А the need for confluence. Слияния – это необходимая вещь для некоторых клиентов. Так что, когда клиент приходит в третий или четвертый раз, можете быть чуть более директивным. Потому что клиент будет чувствовать себя более безопасно. У меня были клиенты, с которыми я был немножко слишком директивен в самом начале, и они не возвращались к нам, или они все время меня вправдали, потому что я как будто бы знал, как это у них было. Вы когда говорили о защитных механизмах, о том, что в начале можно наблюдать, что клиенту не свойственно определен защитные механизмы, что он их избегает. Когда вы говорили о защитных механизме, вы говорили, что клиент не боится каких-то их, когда он боится проектировать. Правильно ли я услышала, что тогда вы даете им возможность увидеть, что существуют именно другие механизмы защиты, которыми он не пользуется, и предоставляете им вот эту возможность использовать таких других механизмов. Я слышал, что вы помогаете клиенту, чтобы видеть, что есть другие механизмы защитных механизмов, которые клиент не использует, и вы помогаете, вы создаете возможность для клиента начинать использовать их. Но они выйдут, они помогают, но это не просто по одиночке. Это всегда взаимосвязано. И какой-то один механизм используется больше, чем другой. Если, например, у клиента потребность в проекции, в своей жизни, когда он был маленьким, он, может быть, никогда не слушал хорошее про себя, что он будет хорошо учиться, что у него будет справляться в школе. Для того, чтобы развить свою идентичность, необходимо слышать, что с тобой все в порядке. Но если пациент интроектирует тебя слишком много, это можно исследовать. Если он все время задает вам вопросы и думает, что у вас есть на все ответ. Как вы думаете, что я знаю все? Как вы думаете, что я все знаю? Как вы это смогли увидеть? Что я сделал, что я все знаю? Очень медленно вы раскрываете, например, проекцию, и некоторые клиенты проецируют на меня, что я дедушка. Или они хотели бы иметь дедушку, как я. Иногда меня это немножко раздражает. Иногда меня это немножко раздражает. Потому что я всегда встречаюсь с моим дедушкой. Потому что я всегда тут, в этот момент, встречаюсь, конфортируясь с такой дедушкой, с причастностью себя. Вы можете спросить, что я сделал такого, что я напомнил тебе о дедушке, в чем ты нуждаешься, в чем твоя потребность? Или что твой дедушка сделал для тебя? Постепенно, если есть достаточно безопасности для этого, вы можете раскрывать проекцию, интроекцию и электрофлексию. Для клиента они все служат для его безопасности. Без них клиент не смог бы выжить. И постепенно вы помогаете клиенту раскрывать. Если клиент злится на меня, я могу спросить, что я сделал, что тебя так сильно разозлило. Или, что я так строг. Или, что я так строг. Или, если они написаны, вы знаете, все эти экспрессии, конечно же. Вы, конечно, со всем этим знакомы, да? Как вы их научили. Самое важное, это то, что вы их раскрываете. Для того, чтобы получился в контакт на очень непростую для клиента тему. И если вы видите, что клиент не убегает, вы понимаете, что ваши действия производят какой-то эффект. Таким образом, мы медленно, через 4-5 встреч, мы медленно подходим к контакту. Как терапевт, я всегда осознаю, как я вступаю в контакт. И как клиент вступает в контакт со мной. Удается ли нам достичь какого-то диалога? Можем ли мы говорить с ним на одном уровне, на разных, но так, чтобы это было терапевтично? Диалог – это не техника. И это не то, что случается все время. Но мы верим, как гистальтерапевт, мы верим в возможность того, что это произойдет. Есть больше концептов контактов в контактах в диалоге. Я могу сказать несколько. Но есть еще больше контактов в диалоге. Есть еще какие-то другие концепции, связанные с диалогом. Диалог не представляет спирот. Он не существует сам по себе. Он поддерживается присутствием. Поддерживается включенностью. Вы знакомы с понятием включенностью? Кто не знает? Кто не знает? Все знают. Все знают. Это все вам рассказали, да? Есть самораскрытие. Есть ученость, есть самораскрытие. Есть самораскрытие. Есть самораскрытие. Вы знаете про самораскрытие? Вы ответственны за те вмешательства, которые вы осуществляете. За то, что вы несете ответственность за то, что вы делаете. И последнее – это то, что вы не эксплуатируете клиента. Это значит, что вы не используете клиента, например, для того, чтобы справляться с собственным одиночеством. Или клиент не становится для вас кем-то, с кем вы становитесь в отношении. If you share, how do you come out of frustration when you realized that there is something that you have done wrong with you? Я расскажу клиенту, я думаю, что в какие-то моменты я двигался слишком быстро. И это осталось в моей пустоте после сессии. Тебе я тоже так связывал? Обычно в первый раз клиент говорит, нет. Но я раскрою это перед началом работы. Какие еще особенности в своей работе вы можете отметиться в работе с приложением? Ну, 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 apart from what you have already mentioned, are there any specific things that you could share and work with very anxious patients? Yes. I'm still very anxious patient. I hear you. С тревожными клиентами я говорю, я слушаю тебя. Are you aware of your body? Are you aware that you are sitting? I'm realized I'm going to go a little bit fast now. I'm realizing that you hardly breathe. I'm realizing that you hardly breathe. What would happen if you breathe? Что произойдет, если ты начнешь дышать? I would stay with the patient. You see that you breathe better? Сейчас я процедуру. Видишь, что ты лучше сейчас дышишь? Я не успокаиваю, я помогаю им успокоиться самостоятельно. И я делаю это за счет очень простых вещей. Если я не знаю, что делает их так ненавидимым, если я не знаю, из-за чего они так тревожатся, если я спросил, они начнут еще больше тревожатся. А возможно, если я спрошу, они начнут еще больше тревожатся. So, look at how you sit. Обратите внимание, почувствуй, как ты сидишь. You breathe better. Почувствуй свой дыхание. Do you hear me when I talk to you? That's how I do. To себя? Yeah. Yes. And I don't make a difference in anxiousness. Because he's afraid already. If I ask him all sorts of questions that come later. I try to make a little bit of contact. And I do it for my own experience. Usually patients, when they are very anxious, they retroflect very much. So I stay with a retroflexion. And any contact moment is possible. So, I will say, I see that you get more quiet. So, you build up a relationship. So, does it mean that in this particular case, it's about the contact with the person and the body first, and then through this, the contact with the ear becomes possible? So, I guide the contact with the body, and if I see any effect, I will mention it. So, I see that you become calmer. I see that you become calmer. Is that true? It's like the same if you calm somebody down. It's like the same if you calm somebody down. It's important that the patient feels that he is sitting again, and that he can move again. Okay. It was it for an order. I get a sign that I have to stop. Small person move there? Good? Small. Small. I don't know. Hello. I don't know, you got it. Regression value. Yes. I don't know, you got it. Yes. Терапевт должен решить свои проблемы. Я могу помочь тебе решить свою собственную проблему. Каждый раз, когда ты будешь запутываться, я буду исследовать, кто это сделает. Спасибо. Скажите, пожалуйста, есть ли для вас различия, когда вы работаете с человеком, который никакого не имеет отношения к психологии, не к гештальтерапевту, или когда ваш клиент это уже гештальтерапевт, который обучается гештальтерапевту. Если есть, то в чем? Спасибо. Вы видите какой-то разница в себе в работе с клиентом, который не имеет отношения к психологии, или студентом гештальтерапевт? Вы видите какой-то разница? Если есть разница, то что происходит? Иногда гештальтерапевты чуть более сфокусированы на том, что им предстоит сделать. Если кто-то проходит супервизию, и снова и снова встречается с одной и той же проблемой, они могут сказать, мне вообще стоит с этим что-то сделать, потому что я снова и снова сталкиваюсь с одной и той же проблемой. Но те клиенты, которые никогда до этого не были в терапии, их немножко нужно кормить с ложечкой. Им необходимо помогать ассистировать. Иногда клиенты настолько в вмешательстве, что они приходят, у них всегда есть что-то, над чем они хотят работать. Но вы всегда можете увидеть, сколько опыта у клиента. И основываясь на этом, вы строите свою работу. У меня была женщина, которая первый раз пришла на терапию. И она сказала мне, что меня ничто не ломает. От нее очень сильно пахнул Шанелью номер пять. Я сказал, что это не так. Вам нравятся духи. Вот таким образом удалось, что нужно контакт восстановить. Как бы разбить лед. Хорошо. Хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.